Скандал со Сноуденом должен был появиться, потому что действительно техническая возможность через Фейсбуки, Гуглы и прочие наши запросы отслеживать то, что нашу жизнь в интернете действительно существует. И странно было бы, если бы спецслужбы других стран этим не пользовались. Если им нужен какой-то определенный человек, всегда можно понять, что этот человек гуглил, где он находился, что он покупал, какие там деньги, какие аккаунты, к чему у него привязаны. И собрать, естественно, очень много информации. Но нужно понимать, что для того, чтобы следить за 7 миллиардами человек на земле, нужно 7 миллиардов людей, которые будут этим заниматься. То есть это довольно сложно. И поэтому простой Вася Пупкин может не беспокоиться. Он не интересует ни ЦРУ, ни ФСБ, ничего на свете. Он может заниматься, смотреть свой порнотрафик, он может переписываться с кем угодно. Никому это не будет нужно. Вот если он начнет конструировать какую-то бомбу для того, чтобы бороться с властью или еще с чем-то, и начнет какие-то контакты осуществлять подозрительные, наверняка через какое-то время он будет засечен и его будут слушать. Поэтому всех этих слежек нужно опасаться, естественно, вип-персоном, но у них есть и деньги для того, чтобы от этого защититься. Ну и, соответственно, нужно опасаться тем людям, которые так или иначе либо нарушают закон, либо ведут себя как-то так, скажем, не очень правильно или неэтично. Человеку, которому, грубо говоря, нечего скрывать, который честно живет, ему вообще по барабану. Ставь везде эти камеры, следи за мной везде в интернете. Если там нет ничего предрассудительного, то человека только прославят и святым сделают, скажут, смотрите, вот мы проследили все его аккаунты, все эти, а он только там за мир во всем мире, за любовь и за радость. Ну, прекрасный человек, давайте его президентом изберем.